Здравствуйте! В эфире субботний выпуск новостей в студии Лаура Байбачанова. С начала этого года вступил в силу закон о местной полицейской службе. В связи с этим участковые инспекторы нашего города проверяли первый отчет перед жителями областного центра. Всего в Талдыкургане действует 7 опорных пунктов, в которых работают 55 участковых инспекторов. О работе, проделанной в первом квартале, рассказали сотрудники опорного пункта номер 4. По общим данным, за 3 месяца выявлено 1200 преступлений. Под личным руководством участкового инспектора Ержана Колтаева на веренной ему территории было зарегистрировано 62 разнообразных бытовых преступления. 40 из них уже раскрыты. Выявлено 500 мелких правонарушений среди несовершеннолетних, которые получили предупреждение в письменном виде. Также во время отчетной встречи жители могли задать наболевшие вопросы или выразить благодарность стражам порядка. Стоит отметить, что отныне такие встречи будут проводиться ежеквартально. Закон на местной полицейской службе. Это 30-й шаг реализации плана нации. За 3 месяца в нашем городе стало намного меньше преступлений. Раскрываемость дел составляет около 60%. Но мы хотели бы предупредить жителей нашего города. Призываем быть более бдительными и осторожными. Только работая сообща, эффективность борьбы с преступностью станет лучше. К 25-летию независимости Казахстана в Толгарском районе прошел молодежный форум под названием «Астана Казахстан Нанбас Каласа». В форуме приняли участие более 2000 представителей молодежи. Более подробно расскажет наш корреспондент в следующем видеосюжете. Форум в честь годовщины независимости получился по-настоящему масштабным и значимым. Подрастающее поколение, опора и будущее государство отметила в своем выступлении Аким региона Райхан Садыкова. Вручая награды и грамоты самым активным молодым людям района. По словам организаторов, данное мероприятие нацелено повысить чувство патриотизма молодежи. Из года в год показатели финансирования молодежной политики растут. В этом году сумма составляет около миллиарда. Все наши идеи и начинание поддерживает областной Акимат. Мы надеемся, что данный форум укрепит в сердцах нашей молодежи любовь к родине. В Толгарском районе проживают около 50 тысяч молодых людей. Около тысячи из них трудятся в сфере образования. 500 пополнили ряды медиков. Молодым кадром постоянно оказывается социальная поддержка со стороны государства. Так в этом году 18 специалистов оформили малопроцентный кредит на получение жилья. Президент Нурсултан Назарбаев верит в нашу молодежь. Тем самым нам оказывается большая поддержка для развития и роста. Будущее страны за ними. И я верю, что молодежь сможет нести свой достойный вклад. В рамках форума была организована яркая концертная программа с исполнением патриотических песен. Силами из 150 студентов был создан живой монумент Батирек. Айганэм Султан, Курманжан Касымжанова, телеканал ЖИТСУ, Толгарский район. Еще 7 выпуска. Марш парка в 2016 стартовал в Алакольском районе. В рамках международной акции по указанию поддержки особо охраняемым природным территориям сотрудники районного филиала Жунгар-Алатауского национального парка организовали масштабные мероприятия в селе Кабанбай. На праздники в честь самой матушки природы побывала и наша съемочная группа. Экологическая акция «Марш парка» в 2016 состоялась на центральной площади села Кабанбай. Так сотрудники национального парка решили привлечь внимание детей, жителей региона к проблемам сохранения природы родного края. На выставке прикладного искусства учащиеся трех школ села представили работы, изготовленные собственными силами из подручных природных материалов и концертную программу. По словам молодых участников мероприятия, окружающая природа нуждается в заботе и охране. У нас в Кабанбай уже два года проводится марш парка. Начиная с прошлого года мы образовываем маленькие бригады, которые очищают наш парк. Очень улучшилась экологическая ситуация, стало намного чище. Призываем людей беречь природу, потому что природа – это наша мать. Призываем их не мусорить, убирать возле своих домов. Новая особо охраняемая природная территория – Жонгар-Алатовский национальный парк в Алматинской области создана всего пять лет назад. Отличающийся богатым ассортиментом диких плодово-ягодных видов растений регион располагается на территории трех районов области. Алакольский филиал парка занимает более 130 тысяч гектаров земли. Воспроизводством и охраной животного и растительного мира занимаются свыше 40 человек. Над сохранением и приумножением природных комплексов работают два лесных хозяйства. На сегодня ими выращено 17 видов древесно-кустарниковых пород. Среди них и яблони сиверса. Наш край ценен особенно яблоней сиверса. И в последние годы на территории нашего учреждения мы ежегодно производим посадку от 30 до 60 гектаров яблони сиверса. Выращиваем сеянцы этой породы. Особое внимание демонстранты пытались привлечь уникальному природному объекту – Жонгар-Алатаускому национальному парку. Именно он имеет исключительное значение для казахстанской природы и широко известен международной общественности как родина яблони сиверса. Поэтому акция марш парков имеет огромную роль в воспитании детей, утверждают организаторы. Цель – научить, показать, как мы храним нашу красивую природу, показать богатство природы, а также соблюдать чистоту, беречь ее. И также в нашей акции участвуют ученики средних школ аулов Кабанбай. Ребята показали нам, что они любят нашу природу и хотят ценить ее. В рамках экологической акции проводились и различные спортивные состязания. Победители были награждены грамотами национального парка. Защите и охране природы – особое внимание. Поэтому такие акции будут организованы и в других населенных пунктах Алакольского района. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. И в продолжение темы. Яблони сиверса возвращаются в горы. Вернуть их в естественную среду помогают сотрудники Алакольского филиала Жунгар-Алатауского государственного национального природного парка. В этом году на 30 гектарах земли будет произведена посадка саженцев диких яблонь сиверса. Яблоня сиверса по праву считается прародительницей всех яблонь на Земле. Это доказали ученые еще в 2006 году, сделав анализ ДНК 2,5 тысяч современных сортов плодовых деревьев, выращиваемых по всему миру. Столь глубокое исследование как раз и позволило доказать, что древнее яблони сиверса на планете не сыскать. Естественной средой ее обитания является горная местность южных областей нашей страны. В Жунгар-Алатауском национальном природном парке посадкой саженцев занимаются сотрудники Лепсинского, Сарканского и Алакольского филиалов. Если в данный момент садовая яблоня болеет 25 наименованиями болезней, нужно будет обрабатывать ядами, то яблоня сиверса имеет иммунитет от этих болезней. Чтобы возродить яблоню сиверса, это как генофонд Казахстана. Самая большая популяция яблони – это в Жунгар-Алатауском национальном парке. Здесь также растут на тысячу яблонь. Одна яблоня бывает, яблоня низветского. Это вообще редкий вид такой, тоже здесь есть. Также на тысячу яблонь бывает яблоня ягодоплодная. Приехали ученые в прошлом году, данные яблони тоже нашли здесь. Более 350 тысяч гектаров земли занимает Жунгар-Алатауский национально-природный парк, который образован всего 5 лет назад. С тех пор на открытых горных местностях производится посадка яблонь сиверса. На сегодня саженцы дикой яблони уже высажены на 180 гектарах земли. Так государство пытается сохранить известный на весь мир сорт диких яблонь, говорят инспекторы парка. Каждый год мы проводим по 30 гектар посадку. Проводим посадку, ходные работы. И основная задача у нас сохранить ее, это геноплод мира. Кроме этого еще у нас идет охрана, идет защита территории. У меня 70 798 гектар. Проводим мы биотехнические мероприятия. Охрану будем строить, кордоны. Должны мы сохранить животный мир. Это все надо оставить для наших детей. Естественное возобновление яблонь сиверса на землях Жонгара-Латаусского национального парка продолжится. Собираются семена яблок, в питомниках выращиваются саженцы и позже их высаживают в естественную среду. Именно это направление приоритетно в деятельности нацпарка, поскольку дикие яблони сиверса больше нигде не растут и являются лучшими подвоями для культурных сортов яблонь. Будущая яблочная индустрия мира зависит от них, так как культурные сорта яблок не умеют так выживать, как их дикие сородичи. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Традиционный конкурс «Образцовый двор» с каждым годом становится одним из популярных и любимых мероприятий жителей города Саркант. К участию в таком соревновании горожане подходят очень ответственно. Сажают деревья, разбивают клумбы и даже придумывают необычные интерьеры для своего двора. Отметим, что в этом году к зеленому конкурсу любители уютных двориков сарканцы начали готовиться еще с первых чисел апреля. Тяпка граблит цветы. Для Ивана Чопорова это главные инструменты его жизни. Ему понадобилось 10 лет, чтобы семейный сад засиял разными красками. Главный вдохновитель супруга Валентина делится садовод. Именно ей принадлежит идея создания зеленого сада. Около 20 видов тюльпанов, несколько разновидностей роз. Гортензия, жасмин, нарцисс, сирень, бульденеш, черемуха. Этот список можно продолжить и дальше. В этом году среди них появились новые саженцы. Елочки мы посадили, сосны посадили, два вида елочек даже, пихта и две голубые. Будем стараться еще лучше обделывать двор. Идея есть. Мы с женой начали заниматься этим делом. Сначала мы садили цветочки, где-то что-то другое, ну, допустим, растения разные. Она всю жизнь мечтала, всю жизнь прожила в горах, поэтому мечтала и сбываться начала. Сосны елочки – это ее идея. Выиграть в прошлом году конкурс «Образцовый двор» семье Чопоровых помог цветущий сад и этот необычный дизайн. С помощью донышек, пластиковых бутылок они декорировали двери и окна дома. Именно эту изюминку жюри оценили на высший бал. По словам организаторов, и в этом году принять участие в конкурсе выразили желание немало сарканцев. Наша цель в этом конкурсе – чтобы жители не были равнодушными к своему городу, чтобы они облагораживали свою территорию. В этом году, в 2016 году, мы опять объявили конкурс. Конкурс будет длиться в течение всего лета, осенью, на день города. Специальная комиссия будет выезжать по городу, определять образцовые дома и победительность будет награждаться. Самый зеленый и красивый двор. За этот титул будет бороться в этом году и семья Чопоровых. Впереди целое лето, а значит, есть время для создания новых и необычных идей, говорят они. Асем Кощегулова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. И в завершении выпуска к новостям спорта. В Коксусском районе прошел ежегодно традиционный турнир Коксубурсе. Соревнованиям по традиции предшествовала яркая и впечатляющая церемония открытия. С большим спортивным праздником участников поздравили представители районного акимата и почетные гости. Они отметили, что национальный вид борьбы имеет глубокие корни и не только не утратил актуальности в наши дни, но и приобрел широкое развитие во всем мире. В борьбе Казах-Куресе, как и в любом другом виде единоборств, главенствует девиз «Кто сильнее, тот и победит». Однако немаловажную роль в достижении результатов играет технико-тактическая подготовка спортсменов. Ее в полном мере проявили финалисты этих состязаний. Призер мира по самбо, победитель Житсу-Бурюсе 2014 Айдос Канлыбаев и призер международного турнира по Хазах-Куресе Аманбул Айланаш. Кроме призовых мест и денежных вознаграждений, они завоевали и право на участие в областном турнире Житсу-Бурюсе 2016, который состоится 20 апреля в Талдыкургане. Напомним, заключительная часть этого престижного первенства пройдет в Астане в июле этого года. Наш округ выставил сегодня тоже двух борцов, двух представителей. Хочется сказать, отметить, что в нашем районе большое внимание уделяется спорту. Очень организованный спортивный клуб у нас. Охватываем практически много видов борьбы. В сегодняшнем мероприятии принимают 20 борцов. Они все прошли отборочный этап с каждого округа по два борца. Всего в этом районном турнире приняли участие 180 борцов. Фаворитами этого турнира считаются Айланаш Аманбул и Ханлбай Файдос. Два борца представляют наш район в областных соревнованиях. Это была последняя информация к этому часу. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. Аман Сау Воздах. Амман Сау Воздах.